Вот вы думаете, куда эта Настя собралась? По какой-то старой лестнице идет? На самом деле я иду разоблачать мафию, искать маньяка и спасать мирных жителей. Если непонятно, то сейчас все объясню. Наступает ночь, все засыпают. Вглядитесь в эти лица. За масками мирных шумкенцев скрываются настоящие мафиози и маньяки. Здесь происходят самые жестокие преступления. На самом деле в уютной и дружеской обстановке в одном из кроссфит-залов города молодежь шумкента решила поиграть в мафию. Мафия – это довольно-таки популярная современная игра, которая увлекается во всем мире. Она хорошо развивает когнитивные способности человека, интуитивные способности, учит человека разбираться в психотипе другого человека и очень-очень хорошо отражает именно двуличие человеком и так далее. Психологическая игра с элементами остросюжетного детектива была придумана в 1986 году студентом факультета МГУ Дмитрием Давыдовым. Вначале в нее играли в общежитиях, аудиториях и коридорах учебного заведения. После окончания университета многие студенты уехали за границу, и мафия стала распространяться по странам Европы. Сюжет игры состоит в том, что мирные жители города, уставшие от бесчинств мафии, решают посадить их всех в тюрьму. Месть мафии страшна, они убивают по одному всех жителей города. Правила игры довольно легкие. Ведущий раздает участникам игры карту рубашкой вверх. Теперь в городе существует две команды игроков. Это мирные жители, незнакомые друг с другом, и команда мафии, находящаяся в меньшинстве, но знающая друг друга. Также существуют различные вариации мафиози и мирных жителей. Так, например, карта мирного комиссара дает возможность ночью раскрыть настоящую личность одного из игроков. А вот жестокий маньяк может убить, то есть убрать из игры любого жителя города, даже мафиози. Аскарда Сумбеков играет в мафию почти два месяца. За это время парень научился определять, кто есть кто. За маской мирного жителя Аскар безошибочно определяет опасного преступника. Каждую неделю начал ходить на мафию, и как-то со временем появился какой опыт, и как люди скрывают свои эмоции, как они выдают себя и так далее, как они играют. И поэтому уже есть определенная, можно сказать, система или шаблон. И поэтому это с каждой игрой все завораживает. И когда приходят новые люди, все хочется больше и больше эмоций, больше адреналина, и втягиваешься в саму игру. Мафиози осуществляют свой коварный заговор против мирных жителей каждую пятницу напротив центрального парка на четвертом этаже здания фабрики «Эластик». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok